Добрый вечер! Вы смотрите Первый городской. Меня зовут Роман Малок. В эфире проект «Интервью дня». Сегодня мы беседуем с интересным человеком. Сегодня в Криворог и, конечно же, к нам на главный Криворогский канал в гости пришел лидер группы «Антитела» Тарас Тополя. Добрый вечер! Привет! Тарас, во-первых, хочу спросить, что вас привело сегодня в Криворог? Что вы делали, с кем вы встречались? Вот сегодня мы вернулись с педуниверситета, мы встречались с студентами в таком неформальном формате, мы общались, они задавали вопросы, я ответил, доводил до свидания свою точку зору и в такой теплой атмосфере мы провели близко 2 часа. Сколько было человек на вашей встрече? Ну, полная лекция на зале. А в общем, если так описать, вот с какой темой пришли вы? Это были, я думаю, вопросы и о творчестве, но, наверное, только этим не заканчивалось. Дивись, тема у нас была такая, ну, форматор нашей встречи, тема звучит так, наше будущее в Украине. Но они задавали вопросы на разные темы, начиная от личности, заканчивая философские вопросы, но главное, что мы пытались выяснить, это, что готовы мы и хотим быть здесь завтра в этой стране. Если мы хотим, то что мы готовы для этого делать? Ну, вместе с этим вы, наверное, слушали музыку вашу или это было сугубо встречи? Не-не, вот именно в чем отличается этот формат? Чтобы послушать музыку, можно прийти на концерт до нас. Тут я не спеваю. Здесь поговорить, да? Я, исходя из данных о тебе в интернете, понимаю, что та аудитория, которая общалась сегодня с тобой, она примерно лет на десять младше тебя. С одной стороны, они очень любят твою музыку, а с другой стороны, ну, десять лет – это достаточно большой такой промежуток времени. Как легко находишь с ними общий язык? Потому что в клипах и в песнях я понимаю, что находишь его легко. Вот как вы находили общий язык в беседе? Я нещодавно злобив себе на думке, мне уже скоро тридцать влитку, но я злобив себе на думке, что я десь застиг, когда мне было двадцать четыре. Я себя чувствую на такой век. Абсолютно солидарен с тобой, у меня та же самая ситуация. И поэтому я очень легко с студентами находлюсь в общей языке, потому что у нас есть общие интересы. Единственное, что меня отличается, что я уже отец, что у меня уже семейная тема, у меня есть семья, она очень много занимает в моем жизни. Но все студентские проблемы, все какие-то переживания, какие-то вопросы, иногда даже такие, знаешь, наивные, все равно все мне близко, потому что я еще недавно, ну, для меня это достаточно недавно, еще был так же студентом. Скажи, пожалуйста, самый интересный вопрос, который тебе понравился из тех, что задавали? Самый интересный вопрос, это, мабуть, то, что задав хлопец вопрос, как быть с людьми, которые уже достаточно взрослые, по сути, уже сформированы в личности, но не реализовали себя в жизни. И он говорит, что у него есть такой друг, музыкант, но его никто не оценив, и он уже в зрелом веке, ображенный на весь мир, и мы с ним обговорили, в чем причина. Я просто когда-то слышал мнение покойного Кузьмы, когда он говорит, что даже если ты очень талантливым, и про это знает только мыша одинока в тебе на кухне, то оно никому не потребно. Нужно это распространять, нужно использовать современные методы и пиара, и рекламы, и всего остального. То есть быть талантливым для самого себя это мало. Мне кажется, что оценивают талант как раз те люди, которые приходят на твой концерт. И чем больше их, наверное, тем лучше. Кроме того, мы еще говорили не исключительно про талант, а в принципе акт реалізації себе в будь-чому. И пришли до того, что есть усилия, которые ты делаешь, и они очень важные. Окрім того, что ты хочешь, у тебя есть какие-то желания, усилия, которые ты делаешь. Ну и, звичайно, какие-то зори стоят в какой-то момент, так или иначе. Звичайно, что есть примеры, когда какая-то фатальная непруха, и у человека ничего не выходит. Но это мне кажется, как в мультиках черная хмара над ним летает. Но мы не про это. Мы, наоборот, говорили про то, что у каждого есть область, которая в его руках. За которую он отвечает, если он что-то хочет, работает, и идет к своей метке, и он обязательно придет. Давай вспомнимем твою творческую жизнь. С 2008 года существует коллектив антитела уже в таком раскрученном варианте. Когда вы вместе собрались? Какой это год был? Или это и было в 2018? Ну, я, взагалі, музыкой занимаюсь с самого детства, 6-ти роков. Мой первый коллектив был собран в школе, там, в 10-му классе. Это мне было 14-ти роков. Потом много-багато ретрубаций. В 2008 году мы подписали контракт с Catapult Music, с первым нашим продюсерским центром, с которым мы работали потом 1,5 года, и отправились на свои, на «Вольные хлеба». И вот, в 2008 году вышел первый клип «Буду-вуду», первый альбом «Буду-вуду», там пісня «Бери свой язык». Грают команда Камезяки в КВН. Там же на том альбоме еще было вознято деколька видеоклипов на пісне того альбома. И вот, власне, мы считаем это таким видликом нашей истории. Тех антитил, которые все обычно видят. Многие в этом шоу-бизнесе говорят, что иногда нужно попасть в нужное место в нужное время. Давай вспомним твою творческую биографию, где было нужное место и нужное время. Был такой момент? Ты знаешь, они постоянно остаются. Иногда, когда ты чего-то хочешь… Мы там вагались так чи не, умолювали какие-то правила этого контракта. То есть, что нас пометили, это был результат реально большой кусок работы, который мы сделали до того. То есть, нам не впал, знаешь, на голову «бух», так и все, и прокинувся популярным. И, власне, это пример того, что, если ты хочешь идти к своей мечте, то иди к ней, иди поступово-поступово. И реальность будет вкладываться так, что тебе будут давать возможность. Я хочу вернуться к вашей встрече со студентами. Вы сказали, это парень задал вопрос. О чем девочки спрашивают? Что девушек интересует? У звезд шоу-бизнеса? Особистое. Истории выникнения песен, истории семейные какие-то. Цикавлять мои взгляды на понятия как любовь, дружба. Цикавлять вопросы на политические темы. Как правило, у девчат больше это интересует, чем у парень. То есть, по сути, признак. Давай тогда, если позволишь, поговорим как раз о волонтерской деятельности, о политических взглядах, о взглядах патриотических даже больше. Потому что политика может меняться, а все-таки патриотизм остается цельной, монолитной штукой. Что такое волонтерская деятельность для тебя? Я знаю, что ты занимаешься этим вопросом. Как занимаешься этим сейчас? Сейчас с кем вместе это делаешь? И твой взгляд на этот вопрос? Вимушено. Мы начали заниматься волонтерской деятельностью, потому что в тот момент держава не могла забезпечить наших військовых засобами захисту. Причинами мы сейчас уговорювать не будем, как бы все мы их понимаем, чему. Но в тот момент был такой факт, что шли хлопцы на СХИД и, власне, у них не было засобов захисту. Мы, как люди, которые говорим с телевизора, с радио, с фейсбука, с контакта, могли обратиться до таких самих людей, которые в том, что сегодня собрались у нас в лекционной зале, и просить, допомогите нам, пожалуйста, нам собрать деньги на это, на это, на это. Потом мы это все компилировали, вывозили это своей машиной на СХИД, сделали звуки, люди верили, видели, и таким образом мы закупили, ну, миллионы гривен мы уже транслювали в разные необходимые вещи для бойцов. Кто люди, которые вам помогают? Все. Кто? Это ваши слушатели, подписчики на Фейсбуке? Начало все с того, да. Типу, первые люди, которые начали нам помогать, те, кто читал нас в Фейсбук, те, кто следовали за нами, те, для кого мы были ролевым моделем в чем-то. А потом уже, как сарафан на радио, и все понимали, в чем суть, что можно помогать многим, в принципе, но ты должен быть уверен, что те, что ты даешь, они будут использованы правильно, никто их не вкраде, и будет действительно закуплено. Вот люди верили нам, и, в основном, продолжит наш благодейный фонд, и до сих пор я вот повернулся два дни назад со Сходу. Остальные звезды украинского шоу-бизнеса, которые поют, ну, можно так сказать, с одной сцены вместе с тобой, по-разному реагируют на войну на Донбассе, по-разному реагируют на эти события, которые происходят в Украине. Давайте мы сначала поговорим, кто ближе всего тебе в этом всем, в этой движухе волонтерской. Вот кому бы ты пожал руку и с удовольствием сказал, что он молодец? Потиснул бы руку Сергею Притуле. Это был тот случай, когда мы только начали собирать деньги, и в принципе, и в дальнейшем это был тот случай, когда он поддерживал те деньги, которые он собирал, передавал нам на наши потребы, рекламировал наши потребы среди своих подписчиков. И вообще он продолжает очень активную позицию, и волонтерскую, и как человек он очень мне импонует, как патриот, и как прекрасный, без запрещения, талановитый комик. То есть это однозначно притуло. Ну, а теперь вторую сторону медали рассмотрим. Некоторые группы, которые, в принципе, рождаются в Украине, становятся звездами. Поистине в Украине есть такие моменты, что они ездят на гастроли в разные страны, в том числе и в страну, с которой нам сейчас приходится воевать в этих тяжелых условиях. Я сейчас о России говорю. Вот твое отношение к музыкантам, и имеет ли музыка политический подтекст? Как относишься ты к этому? И как ты оцениваешь действия тех людей, которые так делают? Дивись, музыка не может быть отрывана от общества, от государства, от политики в принципе. То есть мистецтво, оно же не безликое. Мистецтво всегда имеет автора. А автор – это гражданин. Так или иначе. Ну, хіба, что есть там апатриды, которые не имеют никакого гражданства. В принципе, автор народжуется на какой-то земле, у него есть батьки, которые имеются в любом случае. В любом случае автор музыки или виконавец, он может иметь разные политические взгляды, и я их поважаю. Но в данный момент это уже не политика. Это уже, по суту, збройный конфликт, в котором, так или иначе, ты маешь принимать какую-то позицию. Моя позиция така, что над мной уже брал блакитный прапор, и я на этой земле, и я ее люблю, и буду делать все, чтобы дальше иметь возможность тут спевать. А в кого-то другая позиция… До конфликта. Вы выступали в России? Так. Много у вас было концертов? Что это за концерты каких-то масштабов? Да. Как раз в 2013 году мы так мечтали про это. Начиная с 2008 года мы мечтали потрапить на наше радио в России, иметь эфиры. И потом, наконец, мы начали потраплять в чарты зі своими песнями. «Смотри меня в упор», «Чарта в дюжине» на нашем радио была в топах. Потом нас позвали на полгодинный эфир, на наше радио російськое. И потом, наконец, в 2014 году нас покликали на фестиваль «Нашествия», если кто знает… Да. Это самый большой рок-фестиваль. Покликали. И, в основном, в этот момент происходят события на Сходе, Иловайск, конфликт, самая гостра стадия. И мы закрыли для себя «Свідомо» Россию. Не через то, что… Я не призываю там никого это делать, и не засудиваю никого в том, что кто-то ездит, там выступает. Это справа каждого человека. Но мы закрыли, потому что у нас такие переконания. И мы считаем, что пока иди конфликт, пока там есть режим, который есть, это, как минимум, некорректно по отношению до тех граждан, которые живут в моей стране, которых я вважаю, своими гражданами, своими побратимами, как минимум, некорректно до тех хлопцев, которые стоят на Сходе. А, как максимум, это просто… Это просто жахливо. Еще об одной теме, я думаю, что об этом тоже задавали вопросы, но если не зададут сегодня в Кривом Роге, я думаю, зададут в других городах, потому что у вас вот такие встречи во многих городах будут. По поводу того, что молодые люди сейчас не находят возможности заработать хороших денег в Украине, особенно вот в таких провинциальных городах, как Криворог, Харьков, все стремятся либо в Киев, либо, если уже не в Киев, то куда-то за границу. Польша, Германия, у кого как получается. Согласен с тем, что часть людей уезжает и в восточную сторону, я имею в виду, опять же таки Россию. Как ты относишься к таким людям, которые стараются, с одной стороны, заработать для себя, а с другой стороны, покидают страну, в которой они родились? Ну, еще не хочу, чтобы они остались тут. Но у каждого своя история. За суть живете, никого никогда. Люди бувають, дейсно, тикают від такої безвиходи. Мы много путешествуем по Киеве, я бачу, как живет, особенно на Донбассе. Мы вернулись два дня тому, как люди живут. Иногда, звичайно, это очень жахливые условия, безработица. Все это есть. И человек шукает себе лучшую долю. Хочется, чтобы профессионалы, чтобы люди творче остались в нашей стране. Но, на жаль, на жаль, есть такие факты, как заработки в Польше, в Португалии, где-то в Европе и в Америке. Перейдем еще к одному вопросу, творческому. Сегодня, наверное, был один из самых холодных дней в Кривом Роге. Больше 20 градусов мороза на улице, но вместе с этим солнце. Именно так называется ваш тур, о котором я хотел бы поговорить. И знаю, что вот такие встречи со студентами вы проводите, с одной стороны, в благих целях, для того, чтобы пообщаться, с другой стороны, для того, чтобы сделать такой маленький пиар-тур перед своим большим промо-тур перед своим большим музыкальным туром. Что за тур солнца? Сколько городов увидят и услышат вас? И когда вас ждать у нас в Кривом Роге? Близько 40 мест по Украине будет. Это будут великие масштабные концерты на живо. Мы будем играть альбом Солнце, который мы презентовали 9 грудня. Это будут 9 песен из этой платформы. Власне, такие песни, которые уже знаете и надеюсь, что любите. Одинак, танцюй, Переспиф Люди Корабли, Гурту Скрябини. Шесть новых композиций. И кроме того, как всегда, 9 песен, мы не обмеживаемся с 9 композициями. Другая часть концерта это будут композиции из предыдущих платформ. Те, которые люди ждут, которые хотят. Какую песню обязательно играть уже с 2008 года? Бери свое обовязково Буду Вуду, всюди играемо. Деякий ряд лиричных композиций, которые ждут очень люди. Ну и обовязково приедемо и в Кривый Рог 10 березня. Чекайте нас. Мы обовязково будем, привезем сонце всему. Спасибо. Будем ждать. Сегодня солнце приехало вместе с вами в Кривый Рог. Сегодня мы проводили такую маленькую пресс-конференцию в педагогическом институте. Закончить нашу программу хотел бы вопросом о личной жизни. Вам сегодня задавали такие вопросы. Судя из того, что творчество у вас такое молодежное, музыка такая молодежная, наверное, есть огромное количество фанаток и девчонок, которые безумно просто, ну как настоящие фанатки, безумно, кто-то может даже ездить за вами следом. Но девушку своей жизни вы выбрали. Я знаю, что вы женаты, что вы имеете детей. Расскажите немного о своей личной жизни. Вот чем живет Тарас Тополя вне музыки, вне волонтерской деятельности. И всем людям интересно, ходит ли Тарас Тополя в обычный супермаркет за маслом, молоком? Что делает он, когда у него есть время вне репетиции? Нет. Мы когда ходим в супермаркет, я прошу мою дружину, чтобы она сделала список. И она ходит по этому списку, я так, как собака, знаешь, с тележкой за нею. Потому что я не научу это выбирать, что-то там. Я, как правило, всегда забуду. Я думаю, что, если у нас женщины сейчас смотрятся, все с этим, не я один такой, это человеку, когда вы даете список своему человеку, по-любому, я два-три чего-то не куплю, забуду. Или список в разных местах, магазинов. Это вообще. Это бегаешь, начинаешь. Я этого не люблю, но в магазины ходу, с дружиной, она ходит вперед, все выбирает, я только складаю, как санчапан. Живу я своими двумя сенами разом с дружиной. Сколько им? Ну, одному рік с копейками, другому скоро будет четыре. Это два наших маленьких сонечка дома. Это моя семья. Изменилась ли твоя жизнь после того, как в твоей жизни появились дети? Очень. Потому что сейчас как-то так у многих и звезд и молодежи модно такая штука, как Child Free. Дети это не сейчас, дети это потом, сейчас творчество, карьера и все остальное. Что скажешь на это? Я такую позицию так само принимаю, но я люблю детей, и мы хотели этих детей. И очень изменилось жизнь, приоритеты, акценты, график, и думки. Все воно ставить на свои места. А любимая песня папы у детей это какая? которую я спеваю? Да. Ну вот стисни кулак, камикадзе одинак, меня Рома может слушать в машине разов по десять. Хорошо, но может быть когда-то папа злится, потому что Роме или второму сыну нравится что-то другое, что допустим... Ну они слушают Coldplay, слушают мамину музыку, Олене песни, слушают... что мы ставим, песни из мультиков, разные, разные. Ну и закончить нашу программу, мы хотим музыкальным творчеством, твоим, твоей группой, это будет песня Одинак, это самая новая песня, на которую вы сняли клип. И буквально, если можно, в одну минутку расскажи, что это за произведение, мы сейчас его посмотрим, после того, как попрощаемся. Это саундтрек, это саундтрек до киносериала, главной роли Усси Грабунов, он снялся в главной роли сериала, снялся в главной роли нашего клипа, режиссер Виктор Передувалов, очень серьезная работа, очень глубокая по своей сути. И так же эта песня вошла в альбом «Солнце», который мы привезем 10 березня в Кривый Рег. Вот так вот, чудесно, как прям, такая песня, ну, знаешь, я послушал название, посмотрел на тебя, а в четверг посмотрел на спектакль Юры Горбунова. Да, «Дуречи» проезжает. Юра, говорю, Алексея Горбунова. И чудесно. Все чудесно, значит жизнь, да, склеилась, жизнь продолжается. На этом мы будем ставить точку, это был проект «Интервью дня», меня зовут Роман Малык, а сегодня у меня в гостях был лидер группы «Антитела» Тарас Тополя. Ну, а теперь долгожданный клип «Одинаково». Всего доброго и до свидания. Мммм, чайки бьють за нозами сиву піну. Море чорне і чорна кава заласкає його на світанку, завербує і на нову справу. В кортку сховає минуле шрами від слів і катан. Нехай, нехай буде легше їм, Тим, кто пьет по следам Стисни кулак Каникады одинак Это остальное твое солнце Солнце, солнце Старый пиджак Каникады одинак Это остальное твое солнце Солнце, солнце И будет легче им Тим, кто пьет за ним по следам Взраями и одинаками По совесті и по маякам Темными тими ночами Все будет потом, а поки є Табаки, сумнівна слава Тиша, ранок, стук Стисни кулак Каникады одинак Это остальное твое солнце Солнце, солнце Старый пиджак Каникады одинак Это остальное твое солнце Солнце, солнце Солнце, солнце Солнце, солнце Солнце, солнце Субтитры создавал DimaTorzok Там, де любов шукають, там, де її п'ють За неї зникають, для неї живуть Стисни кулак, канікази одинак Це останнє твоє сонце, сонце, сонце Старний пиджак, канікази одинак Це останнє твоє сонце, сонце, сонце Стисни кулак, канікази одинак Це останнє твоє сонце, сонце, сонце Старний пиджак, канікази одинак Це останнє твоє сонце, сонце, сонце Звіження Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова